Оставлю, ага. Значит, тебе задают именно тот вопрос, которого ты боишься. Где-то у тебя нет уверенности, где-то ты не разобрался, да, и ты уже ждешь, что тебе этот вопрос зададут. Вы знаете, в свое время, когда я начала бизнес в онлайф, практически вот каждый второй человек мне задавал вопрос, это похоже на финансовую пирамиду. Говорят вам так? Наверное, это какой-то лохотрон. Куда-то ты вляпалась. И практически это были самые первые возражения, которые мне, вот каждая собака мне это говорила, понимаете? Но так как я уже знаю саму суть, я для себя сразу поняла, мне в этой теме необходимо разобраться. Ага, про мавроди говорят, да, да, да. То есть мне в этой теме необходимо разобраться. То есть кому из вас вот это говорят, берите себе сейчас на заметку. Первое, залезть в интернет и посмотреть. Посмотреть больше информации о компании, посмотреть миссию, посмотреть, кем создана, посмотреть, кто осуществляет юридическую поддержку. Есть, я сейчас все пункты не буду перечислять, потому что на ютубе есть ролик моего наставника Вадима Чаркова и ролик называется, по-моему, ванкойн, то ли отличие от финансовых пирамид, какое-то такое название. То есть зайдите на его канал и этот ролик вы там найдете. И поймите, что это компания, которая фактически меняет мир, которая меняет правила игры. И нет ничего общего с финансовыми пирамидами. Дело в том, что в финансовых пирамидах деньги люди получают только за счет вкладов новых участников. Если мы говорим о нашей монете ванкойн, мне тут девушка недавно задавала вопрос, она пыталась увязать стоимость пакета и стоимость монеты. Здесь важно понимать, что не от пакета зависит рост монеты, рост монеты зависит совершенно от других факторов. То есть от того, насколько монеты становятся узнаваемыми, насколько мощный бренд, насколько много сделок происходит на той же самой платформе Dial Shaker. Вот вчера мы ходили в ресторан «Телегу» 7 человек, вы знаете, взяли там обед. И мы посчитали потом, при себестоимости монеты, один обед на одного человека обошелся в 40 рублей. То есть фактически за 7 человек это стало 280 рублей обед. Круто, да? Получается. И кто-то говорит лохотрон. Просто человек, он элементарно, для него это новое, и все новое всегда почти люди встречают штыки. Но корень в вас внутри, у самих. Поэтому сегодня же залезьте, у вас есть в личном кабинете информационный центр, да? У вас там есть вся информация. Почитайте, какая компания осуществляет аудиторский контроль. Какая компания осуществляет юридическую поддержку. То, что сейчас компания выходит на IPO, вы знаете, идите, посмотрите, вы хоть одну финансовую пирамиду найдете, которая бы проходила IPO. Это просто нереально. Поэтому вот этот вот момент для себя, пометьте, срочно изучить. И вы знаете, с чем я столкнулась? Когда съездите на события, кстати, это очень много дает. Вот сейчас будет событие в Сочи. Вот именно после события, когда я впервые попала на события One Life, это было в Москве. Вы знаете, почему-то мне перестали задавать этот вопрос по поводу пирамиды. А почему перестали? Я увидела людей, я увидела, что это легально, что это официально, что это надолго. И, как следствие, у меня повысилась моя вера внутри. И, как следствие, человек, он видит человека уверенного, и он не задает тогда этот вопрос. Поэтому повысьте свою веру в себя, в компанию и в то дело, которым вы занимаетесь. Станьте компетентны. Следующий момент. Кто из вас сталкивается с таким возражением? Пойду подумаю, мне надо еще почитать информацию. Мне надо изучить. Мне это непонятно. Вот здесь вот есть несколько подводных камней. Поймите, если вы человеку отвечаете на само возражение, то есть вот есть возражение, да, а есть корень возражения. Под каким-то вопросом есть подвопрос. И если вы будете отвечать на сам вопрос, это ничего не даст. А вот если вы ответите на подвопрос, который за этим стоит, вот тогда у человека, ну, все сомнения, они отпадут. Но здесь надо понять, то есть пойду подумаю, почитаю информацию, о чем это говорит. Первое. Ты думаешь, ты где-то тормозишь, ты думаешь делать бизнес, не делать бизнес. Первый момент. Второй момент. У тебя нету цели. Вы знаете, когда я начинала сетевой бизнес, у нас это было 9 лет назад, вот провожу встречи, и мне все поголовно говорят, да-да, тема интересная, да, но я пойду подумаю. И мне мой наставник сказал, Катя, определись, куда ты идешь. То есть куда ты идешь, что ты строишь. Тебе человек говорит, это ты думаешь. Определись уже, прими решение. И вот это пойду подумаю, это не то, что ему мало информации. Бывает так, что если человек аналитик, ему надо покопаться в цифрах, там что-то посчитать. Но в любом случае, поймите, решение у человека есть сразу. Либо он за вами идет, либо он за вами не идет. Все остальное это просто бла-бла-бла. И все. Оно ничему не служит. Еще одна вещь. Пойду подумаю. Вот смотрите, задам вам вопрос сейчас. На что вы включаете людей? Давайте пишите в чате. На что? Куда вы их приглашаете? На что вы их включаете? Что вы им продаете во время встречи? Давайте побыстрее будем реагировать. Потому что у нас все-таки время-то ограничено. На себя прям вы включаете людей, да? Я так понимаю, что кто-то умных книг, наверное, начитались и пишут на себя. А по факту, на что вы включаете людей? Вот Галя честно написала «Быстрый доход». То есть вы человеку показываете, да? В основном человеку показываете либо инвестиции, кстати, тоже было такое, на франшизу и прочее. Смотрите, фактически, если брать вообще суть сетевого бизнеса, мы строим здесь свою команду, мы строим здесь свое окружение. И, к примеру, ты строишь свою команду, то есть ты ищешь людей, единомышленников, люди, с которыми фактически ты будешь потом жизнь проживать, да? С которыми ты вместе будешь путешествовать, тебе с ним сотрудничать, общаться каждый день. И человек тебе говорит, я пойду подумаю. Фактически он говорит, я подумаю вообще, ты мне нужен или нет. Не бизнес, понимаете? А ты, если он тебе говорит, я пойду подумаю, он уже за тобой не идет. Поэтому, говорит, а как ему отвечать? Да никак, до свидания. Все, он не идет за тобой. И не потому, что ты там какой-то плохой. Просто это не твой грипп, вот это поймите. На каждого человека в мире реагируют 5% людей. Вернее, реагируют 20, но 5 из них будет активно действовать. Если человек где-то тебе сказал нет, или он пошел думать, он не готов к бизнесу на сегодняшний день. И здесь важно, чтобы не он тебя, в кавычках, уволил, а ты его. Ты знаешь, если ты хочешь думать, ты можешь ему сказать, мне тогда уже не интересно. Потому что мне нужен человек в команду сейчас, сегодня, завтра я возьму себе 2-3 ученика, и ты знаешь, ты может быть надумаешь, но у меня на тебя не будет времени. Потому что если вы включили 5 активных первых линий, на новые первые линии у вас времени не будет. Эти 5, они вас завалят тройными разговорами. А он тебе говорит, я пойду подумаю. Он пошел, и ты сидишь думаешь, когда же он надумает, да? Ничего не путаю. Значит, и смотрите, если ты понимаешь, это касается, во-первых, вашего видения, куда ты приглашаешь людей. Раз, два. Это касается твоей самооценки, твоего отношения. То есть фактически, а некоторые говорят, ну давай, давай, подумай, а потом приходи, как надумаешь. Вы знаете, это как проституция. То есть я стою в любое время, тебя тут жду. Перестаньте позволять людям вас выбирать. Вы выбираете. Вы выбираете. У вас есть этот шанс уже. То есть если человек пришел, он чем-то неудовлетворен. И ты решаешь, дать ему этот шанс или нет. И когда у тебя такой подход, люди чувствуют, что ты не цепляешься за него. Почему от многих люди убегают? Потому что они чувствуют, что вы их хотите затащить подсознательно. Мне надо быстрее, мне надо денег сделать, да? Поэтому хоть кого-нибудь да подписать. Не подписывайте все, что шевелится. Отбирайте людей себе в команду. Потому что если ты подписал негативщика, представь, и тебе каждый день он начнет капать на мозги. Он начнет выискивать негатив. Я с одним человеком недавно разговаривала. Он мне говорит, вот я там нашел статью негативную про Ван Конь. Я говорю, а где ты ее нашел? Я говорю, вот я как-то не вижу. Он мне говорит, ты, наверное, не читаешь. Я говорю, я все читаю, я все смотрю. Говорю, первое, кто написал статью? Вот вам, мне тут прислали, да, кому-то там дети или родственники шлют негативные статьи. Кто-то из вас сталкивается, да? Или человек у тебя побывал на встрече, он уходит потом и тебе негативную статью присылает. Что куда ты вляпался, да? И прочее. Вот здесь поймите. То есть, значит, сам человек негативный, он пошел копаться, искать негатив. Если человек ищет во всем негатив, представьте, то есть он не ищет официальную информацию от компании, почему-то он не видит, какие глобальные встречи проходят по всему миру, почему-то этот человек не видит, что, допустим, в Японии, там правительство Японии присутствовало на мероприятии, да? Они, наверное, больные, вот в пирамиду все хотят завести. Он это не видит. То есть человек ищет, где бы какое, ну, своими словами скажу, дерьмо нарыть. Зачем он тебе в команде? Первое. Второе. Он тебе говорит, вот смотри, ты уже начал бизнес, ты принял решение, что все это мое дело. Мой бизнес – это часть меня, правильно? То есть твой бизнес – это часть тебя. И человек тебе, когда сбрасывает такую информацию, первое, он тебя не уважает, ребят. Здесь надо жестко ставить сразу на место. Сказать, это круто, что ты такой грамотный, но почему тогда ты такой бедный? Почему у тебя нет денег? У них много советчиков, страна советов. И вот здесь вот, когда мне один раз человек сказал, я говорю, ты знаешь, ты либо сейчас мне обоснуй по пунктам, что вот эта пирамида, ты не даешь статью, прям сам обоснуй по пунктам, либо прямо сейчас извинись. У меня в комментариях было в соцсети, и вы знаете, что мне написал человек? Извините в комментариях. Потому что обосновать он не может. Либо базируется на, кстати, некоторые говорят, ой, этот человек, он экономист. Он учился в финансовом институте, он экономист. Или этот человек, он грамотный, он работал в банке. И что? То есть этот человек, он специалист в криптовалюте? Он что, специалист вообще в изменениях в финансовом мире? Смотрите, он учился когда-то давно, сто лет назад. За это время уже финансовый мир поменялся на 180 градусов, да? То есть уже карточки пришли, куча различных платежных систем. И мир изменился. А человек базирует свои доводы, основываясь на том, что уже закончилось. И вы выбираете некоторые, ему верить почему-то, у тебя закрадываются сомнения, да? А человек, он работает по найму. То есть он свою ответственность переложил на наемника. У него просто бирочка, экономист, да? Или бирочка, банкир. Он наемный работник. Он даже за свою жизнь ответственность не взял. А вы почему-то выбираете ему доверять. Мне кажется, что это как-то парадоксально. Смотрите, кто дает совет и кто вообще вам возражает. Итак, еще одна деталь. Пойду посоветуюсь. Слышите такое? Пойду посоветуюсь. Пойду посоветуюсь. Смотри, здесь сразу же поймите. То есть если человек говорит, пойду посоветуюсь, он не готов брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Что значит посоветуюсь? Приду к жене, если жена скажет, иди, я пойду. Если у меня получится, то хорошо. Если у меня не получится, то если что, я с ней советовался. Понимаете, нет? То есть если что, типа, ну я же с тобой советовался. Фактически человек не берет ответственность на себя. И даже если вы, ладно, посоветуйся, давай, приходи вместе с женой. Вместе вдвоем мы поговорим. Мы твою жену тут убедим. Все. Но фактически, представь, он к тебе подписался. Представь, и он каждый свой шаг, он будет ходить, советоваться к жене. Ты ему говоришь, надо на события. Он говорит, мне надо посоветоваться. Ты ему говоришь, ты знаешь, сегодня вебинар. Необходимо там быть. Он говорит, мне надо посоветоваться, а то жена хотела в магазин. Он будет вот так советоваться. Вообще реально из такого человека сделать топ-лидера? Как вы думаете? Нереально. И здесь важно понимать. То есть если человек говорит, посоветуюсь, он просто не готов к бизнесу. Еще раз говорю, в этом случае вы увольняете человека. Вы сами. Вы ему можете сказать, главное это сказать по-доброму, с любовью. Ты знаешь, я вижу, ты просто не готов к этому бизнесу. И все. Поэтому давай не будешь мучить себе мозги. Найди себе то, что ты хочешь в жизни. Я тебе желаю удачи. Но мне ты в бизнес не подходишь. Почему? Вот некоторые люди боятся, вот сегодня разговаривали, сказать. Когда ты точно посмотришь, да? Когда ты точно посмотришь информацию. Когда ты точно начнешь. Готов зарегистрироваться. Делай прямо сейчас. То есть некоторые боятся предать срочность. Почему? Потому что, а вдруг я потеряю человека. Вот я на него надавлю. Кто-то говорит, боюсь надавить, да? Я на него надавлю, а вдруг я его потеряю. Запомните, нельзя потерять то, что тебе не принадлежит. Ты не можешь его потерять. Потому что он в принципе сам по себе. Это отдельная личность. Это отдельный человек. Как ты можешь его потерять? Не можешь. Потому что, если это твой человек, он начнет, он начнет действовать. Его ничего абсолютно не испугает. Он будет выполнять твои рекомендации. Мы вчера вот разговаривали. Когда я начинала бизнес, мне наставник говорил совет. Вы знаете, он мне не объяснял что-то по 10 раз. Мне сказал, Катя, сделай вот так. Сразу все было сделано. Сделай вот так сразу. Я не думала там посоветоваться, да? Я не думала, что он на меня давит. Он на меня конкретно давил. Потому что, вы знаете, если вы хотите получить алмаз, алмаз, он появляется, бриллиант алмаз, да? Он появляется под давлением. Знаете об этом? То есть, вот график берут, его там прессуют, давят, и потом ты видишь алмаз. И вы хотите алмазы в своем бизнесе. Тогда не бойтесь надавить. То есть, если он алмаз, то ему это давление, оно только во благо. А если он не алмаз, ну и что? То есть, он просто не готов. Следующий момент. Так. Сейчас. А, долгосрочные вложения. Вот кто-то мне тут написал. Долгосрочные вложения. Говорят вам? Инвестиции. А когда я получу свои деньги? Долгосрочные вложения. Кому из вас говорят такие вложения? Смотрите. Вы внимательно слушали Ружу Игнатову. Она говорит. У нас нет инвестиций. А что вы вводите? Смотрите. Это возвращаемся к тому, что вы продаете на встрече. Мы продаем людям образовательный пакет. Финансовое образование. Финансовое образование. Не инвестиции. Но здесь пойми. Вот, допустим, Лен, если тебе говорят, что вот этот вопрос про инвестиции, значит, где-то подсознательно ты продаешь инвестиции. Потому что, если ты продаешь образовательный пакет, то человек понимает, он вложил деньги, он взял пакет. Все. Он тогда не будет спрашивать, когда я их верну. А что ты вернешь? Вот распечатай там листочки. Вот обучение. Сиди, учись. Вы же, допустим, в институт дети, например, пошли. Там за обучение платят. Но никто не подходит к преподавателю, не спрашивает. А когда вы мне вернете деньги за 5 лет института? Это нормально. Здесь поймите, у нас обучение. Мы продаем обучающий пакет. И то, что они получают, и мы получаем токены, на них здесь опять-таки в компании написано, что человек взял образовательный пакет, он взял, получил токены, и он может при желании участвовать в майнинге. При желании участвовать в майнинге. Если хочет, если не хочет, может не участвовать. Поэтому то, что дополнение он получает монеты, это просто подарок судьбы. Вот это надо понимать. Потому что когда компания, уже Ружа об этом сказала, когда компания сейчас пройдет IPO, выйдет на биржу, токенов в пакетах уже не будет. Вот это поймите. Пакеты будут, а токенов нет. Значит, и вот здесь все равно все это сводится к тому, на что вы включаете людей. То есть если вам говорят это возражение, значит вы не включается на инвестиции. А инвестиций в принципе нет. Вы сами разберитесь. Если ты строишь команду, тогда, при чем здесь вообще этот вопрос? Здесь другой вопрос должен стоять. Что мне необходимо сделать для того, чтобы я здесь сделал деньги? Если человек настроен строить бизнес. Понимаете? Еще одна вещь. Допустим, человек говорит, деньги получу и начну. Да? Да, да, интересно. Тебе наставник тройной провел, потом ты ему говоришь, ну что, начинаем бизнес? Он говорит, деньги получу и начну. Поймите, не начнет он так бизнес. Как много вы видели людей, которые вот сделали деньги, получили и начали? Потому что единичные случаи. Почему? Почему? Потому что если человек работает на зарплату, как правило, вот эта сумма, она у него расписана на месяц. Понимаете? Уже расписана, она поделена. Он знает за садик, за школу, за институт, там еще за что-то, да? И не начнет он. Основная масса людей, как правило, начинает бизнес, либо они где-то занимают, либо где-то были все-таки накопления, если человек там откладывал деньги, и заначка у него была, да? Либо он берет кредит. Но, как правило, это точно не с той зарплаты, на которой он живет целый месяц. И здесь можно человеку сказать так. Ты знаешь, мне сейчас нужен человек-команду. Если ты хочешь там две недели думать о том, где найти деньги, ну, в смысле, когда ты получишь деньги, да, когда ты получишь зарплату, за две недели я уже найду себе партнеров. Сейчас, хочешь начинать, делай это сегодня. Тебе надо найти деньги, максимум сутки даете человеку, не больше, сутки. Потому что, ну, маленький пакет, 140 евро, это 8 тысяч. Ну, согласитесь, любой же может эту сумму найти, если он хочет. Абсолютно любой человек. И за эти две недели, пока он зарплату ждет, вы ему можете помочь сделать деньги. Он может сделать больше, чем он там зарабатывал за месяц, за эти две недели. А в целом это просто человек, в принципе, не собирается бизнес начинать. Значит, понятно вот эти вещи, о которых я сейчас говорю. Несколько человек всего отвечает, остальные так затаились. Затаились. Так, еще. Так, про Волхотрон мы говорили. Так, что будет после выхода на биржу сетью? Вы знаете, этот вопрос мы задавали Каре Ваусу в свое время, нас он тоже волновал. И Каре сказал, что для сети будут новые продукты, будут новые предложения. Поэтому строите сеть. Когда есть сеть, можно раскручивать что угодно. Успокойтесь, для сети будут новые. Самое дорогое, что сейчас есть в мире, это сеть. И ценные люди, у кого есть сети, у этих людей другая совершенно ценность на рынке. Потому что с сетью можно просто чудеса творить. Значит, дальше. Человек тебе говорит, да, интересно, но нет времени заниматься, да? Вот здесь можно поговорить, можно уволить, смотрите индивидуально. Но если вы видите, у него интерес действительно есть, а вот со временем он говорит, я бы да, вот я хочу, но вот времени нет. Здесь надо объяснить, сказать, вот смотри, ты чем-то занимаешься на протяжении, там, 10, 15, 20 лет, да? И сегодня у тебя точка такая, то есть раз ты пришел на эту встречу, значит, тебя не удовлетворяет результат твоей деятельности. И время-деньги. То есть если у тебя нет времени, я могу сказать, что с деньгами у тебя тоже проблемы. Это так? Ну, как правило, человек скажет да, потому что это есть прямая взаимосвязь. И здесь можно сказать, смотри, ты можешь сейчас начать бизнес, его раскрутить, и пройдет не так много времени, у тебя появится и время, и деньги, и время, чтобы их потратить. А ты хочешь опять идти заниматься тем, что тебе не дает ни денег, ни времени? Может, ты задумайся немножко? И здесь просто смотрите, то есть если человек адекватный, он задумается, а если, да нет, у меня вот там, все, увольняйте, и просто он не готов. Далее. Нет денег, чтобы начать, да? Да, я хочу, но нет денег, чтобы начать. Это говорит о чем? Ну, во-первых, это может быть у тебя в голове, что человек мне скажет, что у людей нет денег. Вот у некоторых есть такое убеждение, у людей нет денег, кризис, у людей нет денег, чтобы начать. Есть у кого-то такое убеждение из вас? У людей, я вам могу сказать, у людей полно денег, полно. Если вы зайдете в какое-нибудь кафе, вы увидите, там полно сидит, подростков, кстати, молодежи, сидят, гуляют каждый вечер. А вообще-то любой поход в кафешку 500 тысяч рублей. Восемь дней он проходил вот тебе стартовый пакет, да? У людей деньги есть. И никогда начало бизнеса не, вернее, отсутствие денег у человека не является причиной того, начнет он бизнес или нет. Кто из вас находил деньги на стартовый пакет? То есть они не валялись вот так вот свободно, а вы приложили усилия и нашли деньги. Поставьте единичку. А почему вы это сделали? Почему вы приложили усилия? Трудно расстаться. А? Так, решила начать менять свою ситуацию. У кого еще какие версии? Да, увидел, что ты можешь здесь решить свой вопрос, да? Увидели для себя перспективу, для чего вам стоит найти деньги, да? Если человек говорит, нет денег, то два варианта. Первое, либо он просто не готов к бизнесу, не хочет ничего менять, да? Либо человек не видит, как он может, то есть он видит затраты, но он не видит выгоду, которую он может получить, начав бизнес. Здесь тоже, здесь надо просто смотреть. То есть одно дело, если он отмазывается, чтобы от себя отмахнуться побыстрее, да? И совершенно другое дело, когда человек сидит, он говорит, да, я хочу, но он не видит, где он может эти деньги найти. Он говорит, я не знаю, где я их могу найти. Здесь есть интересная такая, можно в игру с ним сыграть. Кстати, очень хорошо это срабатывает. Сказать, смотри, хочешь ты сейчас найдешь деньги за 2 минуты? И приводить ему пример. Сказать, вот смотри, у меня есть квартира в Москве, в центре, упакованная, и мне надо срочно уезжать, я ее готова сегодня тебе отдать, на тебя переписать, если ты принесешь 50 тысяч рублей. И квартира твоя, все, она стоит 10 миллионов. Потом хочешь продавать, что хочешь сделай. Вопрос, как вы думаете, человек найдет деньги? Или с машины, с дорогой, можно такой пример привести. То есть если ему говорят, 50 тысяч рублей, и квартира за 10 миллионов твоя. Кто найдет? Все 100%, да? За минуту. Фактически в этот момент, что происходит? То есть когда вы человеку такой пример сказали, у него в голове он сразу рисует путь, как он найдет. Так, к этому могу обратиться, к этому и к этому. То есть у него сразу есть решение, где найти деньги. Понимаете? И вот здесь ты ему можешь сказать, смотри, ну ты же уже нашел деньги. А здесь вот 50 тысяч, это 110 плюс 550. Стартовый пакет. И мы с тобой вместе, я тебе помогу, мы с тобой здесь сделаем деньги на эту квартиру. То есть тебе сейчас надо взять пакет, и я помогу тебе здесь построить сеть, и у тебя будет эта квартира. Пусть не прямо сегодня, но есть такая возможность. И тогда человек понимает, да, что он уже видит не свои затраты, а вдруг я положу и потеряю, и он видит уже свою выгоду. И еще одна деталь. С какой категорией людей вы общаетесь? Выходите на людей хорошего социального уровня. Люди богатые от бедных отличаются только лишь количеством сломанных страхов. Богатые и предприниматели, они гораздо проще расстаются с деньгами. То есть они знают, что для бизнеса необходимо что-то вложить, чтобы потом что-то получить. Для них это нормально. Конечно, если вы разговариваете с людьми низкого социального уровня, у них очень много страхов, они зашуканные в основном. И здесь вот эти все возражения вы будете получать. Потому что взять пример, вот я смотрю, здесь есть у нас Людмила Дмитриенко. Она предприниматель много-много лет. Вы знаете, когда я ей показала этот бизнес, я ей показала выгоды по пакетам, она взяла первое то, на что она смогла сразу, но потом она все просчитала, и она уже там, я не знаю, сколько, приличную сумму она взяла этих пакетов на несколько аккаунтов. Почему? Потому что человек видит перспективу. Значит, еще одна вещь, еще одна вещь. Когда вы разговариваете с человеком, вы разговариваете с самим человеком. Потому что вот мы тут разбирали уже с некоторыми. Люди вешают ярлыки. Этот крутой, этот руководитель предприятия, этот человек, он декан, этот ректор, этот там при деньгах. То есть и вы разговариваете не с человеком, а с ректором. Не как человек, понимаете? То есть вы разговариваете с маской. И если ты себе в голове положил то, что, о, я говорю с ректором, автоматически ты себя поставил ниже, чем он. И ты начинаешь перед ним где-то лебезить, где-то его уговаривать. Потому что он крут в твоих глазах. Ну поймите, какой бы он ни был крут там, если он к тебе пришел, его не удовлетворяет то, что у него есть. И это он там крут в своей сфере. А в твоей сфере он просто новичок. Он не знает, как строить бизнес. А ты уже знаешь. Ты уже прошел вебинар, ты уже прошел марафон, да? У тебя есть опыт. Ты, может быть, уже несколько лет в сети. Себя пересмотрите, свою самооценку и разговаривайте от сердца к сердцу с человеком. Значит, ну вот это основные, наверное, возражения, которые есть, да? И в любом случае, поймите, то есть, эту тему мы, конечно, затрагиваем, но ваша задача – идти по четырем шагам. И лучше, вот если человек тебе сказал это возражение, то есть не ты отвечаешь, если тебе сказали на третьем шаге это возражение, ты говоришь, вот именно поэтому, потому что у тебя нет денег, я тебе предлагаю, отложи все дела и давай я тебя познакомлю с человеком, он тебе поможет решить твой вопрос, принять решение. И вы выводите на наставника. А наставника лучше предупредить, как раз, какое возражение, какой вопрос есть у вашего приглашенного. Тогда наставник при тройном разговоре разобьет вот эти возражения, ты их еще раз запишешь, да, у тебя будет схема, и человек уйдет, у него уже возражений не будет. И в любом случае, помните, часто бывает так, что возражения люди возражают, когда, первое, понять, насколько ты серьезен, играешь ты в бизнес, или ты серьезен, может ли он тебе доверять в этом деле, теряешь ты свое время впустую, или ты действительно занимаешься бизнесом, идешь к своим целям, то есть насколько ты серьезен, насколько ты можешь ему помочь. Возражения вот об этом говорят. И еще о том, что, как правило, часто бывает, что люди возражают, которые просто не хотят бизнес. Если человек мотивированный, если вы в позиции отбор, если вы идете четко по четырем шагам, есть своя мотивация, есть уверенность, что с ним или без него ты преуспеешь, и ты создашь свою организацию, в этом случае, как правило, возражения, они сводятся просто к минимуму, или их может просто не быть. То есть если вы нашли именно тот самый гриб, который необходим для вас, своего человека. значит, и помните, что вы строите команду, команду, не инвестиции продаете, не пакеты, а команду, продавайте себя и включайте людей на себя. Тогда этих возражений многих у вас не будет. По этой части сейчас все понятно? Есть какие-то вопросы или всем все ясно? Как это говорит? Все понятно, не может быть. Все равно это необходимо отрабатывать. Я рекомендую это перечитать, пересмотреть несколько раз. Спасибо. Спасибо.